Ну, сибирский губернатор поддержал акцию С-7, это авиакомпания Сибирь, которая С-7, которая сегодня два раза не смогла взлететь по высадке деревьев. Вот С-7 решила высадить, знаете сколько, 20 тысяч саженцев сосны, решили высадить они. И это очень хорошее начинание, там сгорели какие-то триллионы деревьев, 20 тысяч саженцев, они вроде что-то меняют. Помните, вы меня спрашивали, зачем я про леса Сибири говорю, когда еще не горели эти леса Сибири, понимаете. Иногда чувствуем мы спинным мозгом то, что должно случиться. Мы не знаем, как это случится. Помните, я просил клип сделать там про ой-ой-ой, помните, там это песня из фильма «Инженер Паранчатов», я помню. Вставили «Будет лес для вас потомки, корабельный будет лес», помните. И вот потом, значит, видите, китайцы, пожары, но пожары гораздо страшнее, чем китайцы. Китайцы столько не выпили, сколько сожгли пожары. И теперь нам вот рассказывают ученые Красноярского научного центра сибирского отделения РАН. Это официальная версия. Они заявили, что восстановление леса в Сибири зависит от множества факторов. Лиственницы или сосне на севере Сибири, чтобы вырасти во взрослое дерево, как правило, требуется не менее 100 лет. 100. А где-то на юге Сибири оно может вырасти во взрослое растение и через 60-70 лет. Прекрасно, да? То есть у нас от 60 до 70 лет и все будет восстановлено. Но вопрос, если вот посадят 20 тысяч деревьев, а не столько, сколько сгорело, это будет восстановлено через 100 лет? Конечно, нет. Конечно, это будет восстановлено в том случае, если посадят эти деревья. А кто их будет сажать, если один гектар засадить деревьям, сейчас стоит 4 миллиона? Это срежать китайцам стоит 16 тысяч рублей. А посадить новые стоит 4 миллиона. Да, я вот сразу вспомнил опять, когда сегодня про Сибирь, про вот эти высаживания леса смотрел, читал и вдруг вспомнил опять Венедикта Ерофеева. Гениальные цитаты. Я ее специально взял, чтобы не на память, как я вам обычно читаю, а прочитать. А в Сибири? А в Сибири нет, в Сибири не проживешь. В Сибири вообще никто не живет. Одни только негры живут. Продуктов им туда не завозят. Выпить им нечего, не говоря уж поесть. Только один раз в год им привозят из Житомира вышитые полотенца. И негры на них вешаются. Бля. Вот о чем он. О том как раз то, что происходит сейчас. Жуть. Только и полотенцев нет. Продолжение следует...